Стратегия для Pocket Option пробой уровня предусматривает открытие сделки после того, как график пробивает уровень поддержки или сопротивления и продолжает движение в том же направлении. То есть сделки можно совершать лишь после того, как подтверждается новый тренд, то есть когда открывается следующая свеча в том же направлении. Также не забывайте, что начать торговлю можно с дополнительными средствами, воспользовавшись промокодами для пополнения счета от брокера Pocket Option. А чтобы улучшить свои показатели на данной стратегии, можно использовать промокод на отмену убыточной сделки на 10 долларов. Промокоды можно найти на нашем сайте, где они постоянно обновляются. Ссылки на статьи с промокодами ищите в описании к этому видео. Алгоритм торговли по данной стратегии. Для совершения сделок требуется 1. Выставить уровни поддержки и сопротивления в терминале Pocket Option и дождаться момента, когда ценовой график пробьет один из них. 2. Дождаться, пока свеча, пробившая уровень, закроется ниже или выше. 3. Дождаться, пока не сформируется следующая свеча ниже или выше уровня. 4. Открывать сделку на покупку опциона Call или Put нужно после того, как следующая свеча, идущая за той, что пробила уровень, закроется. Пример покупки опциона Put при пробитии уровня поддержки. Пример покупки опциона Put при пробитии линии поддержки на нисходящем тренде. Пример покупки опциона Call при пробитии линии сопротивления. 4. Сигнал с ложным пробитием. Брокер Pocket Option рекомендует открывать сделку только после подтверждения сигнала, после закрытия второй свечи. Нередко подобные пробития бывают ложными, и график возвращается в прежний коридор. В этом случае следующая свеча опускается или поднимается к тому же диапазону цен. О ложном пробитии свидетельствуют следующие признаки. 1. Свеча пробивает уровень только своей тенью. Ее тело закрывается ниже линии сопротивления или выше линии поддержки. 2. Первая свеча закрывается соответственно чуть ниже или выше указанных линий, а следующая начинает движение вверх, либо вниз. Открывать сделки в рамках данной стратегии нельзя, если после свечи, пробившей один из уровней, формируется новое в противоположном направлении. Давайте попробуем поторговать, используя статегию для Pocket Option пробой уровня. Анализируем движение цены и рисуем на графике уровень поддержки. Обратите внимание, цена пробивает уровень поддержки, но только своей тенью. Следующая свеча формируется в том же направлении, но как-то неуверенно. Мы не будем спешить, правила риск-менеджмента соблюдаем четко. И действительно, очередная свеча закрывается в противоположном бычьем направлении. А мы наблюдаем, анализируем и ждем идеальной точки входа. Кстати, очень хорошо видно, что уровень поддержки после пробития ценой автоматически становится уровнем сопротивления. И далее, как мы видим, цена разворачивается и пробивает уже этот уровень сопротивления. Дождемся закрытия свечи, пробившей уровень, и посмотрим формирование следующей свечи. Отлично! Цена двигается дальше вверх после пробоя уровня сопротивления. И мы на таймфрейме M1 покупаем опцион кол с экспирацией 3 свечи. Немного ускоряем видео при монтаже для экономии нашего времени. И, как видим, сделка получилась в плюс. Если вы не можете разобраться, как работает эта стратегия, напишите об этом в комментариях к этому видео, и мы обязательно разберем все ваши вопросы в следующем видео. Не забывайте, что проверять и отлаживать работу индикаторов и систем следует исключительно на демо-счету. А найти подходящую и надежную площадку для торговли, как на демо, так и на реальном счету, можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Ссылку на рейтинг можно найти в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое интересное видео из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание. Успешной торговли!